По версии, покупайте билеты. Мы с мужем специально приехали в пункт продажи на улице Калинина и купили две пачки билетов. Новогоднего тиража, они были упакованы в красивые коробочки. Мы смотрели прямой эфир, зачеркивали все, как положено, циферки. Мне показалось, что мы выиграли миллион. Я кричала очень громко, мы выиграли миллион. Потом мы проверили 700 тысяч. И когда я получила смс, я бежала со второго этажа и кричала, ура, ура, мы получили деньги. На самом деле очень сильно изменилось внутреннее ощущение и, может быть, даже какая-то вера в сказку и в исполнении той мечты, о которой мы никогда не думали раньше. У нас было в планах поменять автомобиль, просто все так удачно сложилось, что эта мечта сбылась быстрее. Мы буквально через неделю купили машину. И с учетом того, что эта машина из салона и предстоит ее обкатать, конечно, жизнь изменилась. Мы катаемся и катаемся. Я сидела за столом, и на меня упала елка. Накрыла меня полностью. Кстати, когда муж влетел в комнату, он даже не понял, откуда я кричу, потому что елка была достаточно большая, пушистая, у меня было видно вообще. Только потом, когда мы выиграли деньги, мы поняли, что это был знак. Ну, я всегда считала, что у мужа рука более счастливая. Всегда покупал он. Но в последние билеты покупали мы вместе. Получилась моя рука счастливей. Лотерея – это все-таки удача. Мы не ставим себе целью заработать деньги на лотереях. Удача обращает внимание на людей не злых и независливых. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...